Сначала слегка расшатайте и ослабьте корпус панели приборов. С помощью пластмассовой монтировки подцепите рамку штатной магнитолы и вытащите ее. Отсоедините клемму кнопки «Старт». С помощью крестообразной отвертки выверните 4 шурупа в местах крепления автомагнитолы. Извлеките устройство и отсоедините провода. USB-провода протяните в бардачок автомобиля. Провод GPS-антенны вложите в нижнюю часть бардачка. Антенну положите на поверхность между лобовым стеклом и стойкой лобового стекла. Спрячьте провод под резиновый манжет дверного проема. Подсоедините провода питания головного устройства T-ICE к штатной проводке подключения автомагнитолы. Через центральное отверстие конец кабеля задней камеры выведите вниз к педалям. Осторожно, чтобы не запутать педали, спрячьте кабель под обшивку. Направляясь к задней части автомобиля, уложите провод под пластмассовые накладки дверных проемов. Провод не должно быть видным. Поднимите заднее сиденье и выкрутите шуруп, который фиксирует нижнее покрытие. В разных машинах местонахождение шурупа может отличаться. Продолжайте прятать провод под покрытие машины, вплоть до его вывода в багажные отделения. После чего не забудьте вкрутить шуруп обратно и вернуть заднее сиденье в исходное положение. Далее, продвигаясь в камеры заднего хода, которая находится в центральной части крышки багажника, спрячьте провод под внутреннее покрытие и проведите вдоль рычага открытия. Надежно закрепите его, чтобы во время движения он не болтался и не издавал звуков. Старайтесь располагать провод так, чтобы он не портил внешний вид автомобиля. Теперь вам необходимо найти плюсовый провод фонаря заднего хода. Для этого воспользуйтесь мультиметром. Включите заднюю передачу, чтобы зажглись фонари заднего хода. В это время проверьте полярность проводов. Если в режиме заднего хода мультиметр показывает 12 Вольт, а на нейтральной передаче 0 Вольт, это значит, что вы нашли плюсовый контакт при соединении. Зачистите изоляционный слой плюсового контакта. Присоедините красный плюсовый провод к камере заднего хода. Место соединения обмотайте изоляционной лентой. Для подключения заземления немного выкрутите болт на крышке багажного отделения. Счистите лакировку. Это действие очень важно. Если вы недостаточно чисто счистите, то, возможно, потом изображение заднего хода будет нечетким или будет мерцать экран. Возьмите черный провод от камеры заднего вида и обмотайте вокруг болта. Закрутите болт вместе с проводом обратно. Буньте и отсоедините плафон освещения номерного знака. Кабель камеры проденьте в отверстие плафона, а саму камеру установите в штатное место. Соедините разъем подключения камеры заднего хода. Теперь займемся установкой головного устройства. Положите рамку головного устройства на мягкую поверхность, вверх лицевой стороной. Ставьте головное устройство в рамку. Переверните конструкцию и закрепите четырьмя штуками. Возьмите клипсы крепления штатной магнитолы, которую мы вытащили в начале видео. Установите клипсы в фазы на рамке. В связке проводов найдите контакт заднего хода. Возьмите этот провод и провод задней камеры. Счистите с них изоляционный слой. Соедините вместе. Обладайте изоляционной лентой. Обратите внимание, если вы перепутали и соединили не те провода, то изображение заднего хода на экран уходиться не будет. Давайте проверим соединение всех проводов и контактов. На видео отсутствует радиопровод. Он должен быть подключен сверху над антенной 4G. После того, как вы подсоединили все шнуры, установите головной устройство. Осторожно надавите на рамку до звука защелкивания. Установка закончена.